Удары по американским базам в Ираке это лишь начало операции возмездия, которая будет продолжена по всему региону. Об этом заявили в иранском военном командовании. Приемник убитого генерала Сулеймани, новый командующий спецподразделением Аль-Кутс, говорит, мол, Тегеран не будет сворачивать с намеченного пути. Ну а сейчас из региона Ближнего Востока на связь с нами выходит моя коллега Анастасия Ефимова. А, Настя, еще раз приветствую, чего на самом деле ждут на Ближнем Востоке и что говорят? Ну, во-первых, на Ближнем Востоке никогда не делают голословных заявлений. И это тоже очень важно понимать. Иран это в очередной раз продемонстрировал, убили иранского генерала Сулеймани, последовал немедленный ответ. Причем ответ этот был вовсе не для того, чтобы убить как можно больше американских военных. И об этом, кстати говоря, сегодня в корпусе Стражей Исламской Революции отдельно говорили. Речь шла не о том, чтобы уничтожить людей. Речь шла о том, чтобы атаковать американские объекты, нанести удар, то есть ответить на том же языке, на котором разговаривает с Тегераном Вашингтон. И заодно объяснить, с Тегераном так нельзя. В ответ на это Дональд Трамп, как мы помним, пообещал усилить санкции. И, кстати, слово свое уже сдержал. Этим вечером стало известно, что санкции усилены до, цитата, небывалых размеров. Помимо этого, Дональд Трамп заявил о том, что ни в коем случае не должно быть ядерного оружия у Ирана. И что Иран должен прекратить поддерживать терроризм. Таким образом, Иран получил сигнал о том, что Дональд Трамп, в общем, не услышал то послание, которое из Тегерана исходило. И именно этим во многом объясняется та риторика, которую мы сегодня видим со стороны Тегерана. Риторика очень в серьезной степени воинственная. Давайте послушаем, какие слова сегодня звучали. Ракетные удары были началом серии атак во всем регионе. Мы не стремились к тому, чтобы убивать кого-либо в ходе операции. Однако, безусловно, десятки человек были убиты и ранены. И если бы мы планировали убивать, мы могли бы продумать операцию таким образом, чтобы 500 американцев были бы убиты в ходе ее первого этапа. А если бы они ответили, то еще бы от 4000 до 5000 погибли в следующие 48 часов на следующих этапах. Воинственную риторику Ирана во многом провоцирует и сам Вашингтон. Тот факт, что Дональд Трамп продолжает настаивать на том, что ликвидация генерала Сулеймани была оправдана, более того, настаивает, что генерал занимался, цитата, страшными вещами. Для Тегерана это, в общем, как красная тряпка, потому что слышат они это таким образом, что не просто убили третье лицо в государстве, но еще и теперь оскверняют его память. Для менталитета любого восточного человека это, конечно, недопустимое оскорбление. Именно поэтому риторика становится еще более жесткой. И не только в Иране, но и в соседнем Ираке. Ведь вместе с генералом Сулеймани был убит и глава шиитского ополчения страны. И вот его представители сегодня заявили, что за своего лидера они еще не отомстили. Более того, не добились вывода американских войск со своей территории, а именно это они ставят своей целью. Так что предложили Вашингтону, цитата, не расслабляться. Вашингтон тем временем требует от своих союзников по НАТО усилить группировку на Ближнем Востоке. Большинство крупных военных экономик, правда, пока делает вид, что этих призывов не слышат. Наоборот, из Парижа, из Берлина, из Брюсселя звучат призывы к деэскалации конфликта, призывы к примирению. Но вот некоторые страны, как, например, Румыния, уже говорят, что готовы усилить контингент на Ближнем Востоке. Тут, правда, надо понимать, что всего 14 румынских военнослужащих участвуют в так называемой миротворческой операции на территории Ирака. Тем не менее, сам факт того, что есть страны, которые по указке Вашингтона или под давлением Вашингтона готовы прийти на Ближний Восток и далеко не с мирными целями, конечно, не добавляет покоя в этом регионе. Так что совершенно очевидно, что Иран и Ирак будут отвечать. И уже это делают. Да, действительно, Настя, спасибо. На прямой связи со студией была наша специальный корреспондент Анастасия Ефимова.